Всем привет, в этом видео я расскажу о расширениях для Яндекс браузера, о полезных расширениях которые уже встроены в него и где можно скачать другие. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. По сути расширения от разработчиков Яндекса совсем немного, но на этот браузер можно установить дополнения от Оперы и Хрома. Далее в видео я расскажу о нескольких расширениях, которые будут вам полезны от разработчиков Яндекса и от других разработчиков, как включить, настроить, удалить или отключить эти дополнения в настройках браузера. Яндекс браузер оснащен набором встроенных дополнений, которые по умолчанию отключены. Для их включения откройте настройки Яндекс браузера и перейдите в раздел «Дополнения». Здесь вы увидите несколько расширений как от команды Яндекса, так и от других разработчиков. Чтобы включить эти расширения, вам достаточно переместить бегунок в положение «Включено». Настроить их, отключить или удалить можно в этом же меню. А если вам нужно найти другие расширения, прокрутите страницу в самый низ и здесь вы увидите кнопку «Каталог расширений для Яндекс браузера». Как видите, у Яндекс нет своего каталога, он использует сторонние источники. Вы сможете скачать и установить расширения для этого браузера из веб-магазинов Opera и Chrome. Сначала разберем, какие из предложенных приложений будут полезными для вас и которые стоит включить. Советник помогает экономить, подсказывая где нужные вам товары стоят дешевле. Если вы часто делаете покупки в интернете, возможно это дополнение будет полезно для вас. В других случаях его не стоит активировать. Letyshops. Еще одно расширение для экономии при покупках на Алиэкспресс и еще множество интернет-магазинов. AliTools. Приложение для Алиэкспресс, которое показывает рейтинг продавца, историю цен и другое. Где посылка. Позволяет отслеживать посылки из интернет-магазинов. Лайтшот – полезное расширение, которое позволяет делать скриншоты всего экрана и его части, редактировать их и получать на них ссылки, которыми можно поделиться с друзьями. Turn of the Lights. При просмотре видео, позволяет затемнить все лишнее, чтобы ничего не мешало просмотру. Если вы часто смотрите видео и у вас раздражают лишние элементы на экране, она будет вам полезна. А если у вас медленное интернет-соединение, включите дополнение Turbo, которое ускоряет загрузку страниц и экономит интернет-трафик. Evernote. Позволяет сохранять картинки, ссылки и другую информацию из сети, которая попадает на сервер и будет доступной вам на разных устройствах. Для использования нужно будет создать аккаунт LastPass – надежный менеджер для хранения ваших паролей. Теперь вам не нужно запоминать ваши пароли, это расширение сделает это за вас и автоматически введет их, когда вам будет нужно. Можно изменить браузер и даже устройство, а необходимые данные будут под рукой с LastPass, благодаря синхронизации. Вам нужно только помнить пароль к аккаунту LastPass. 7. Синхронизации. Синхронизируют ваши закладки, пароли и другие данные с другими устройствами, на которых вы используете Яндекс.Браузер. 8. Позволяет сохранить нужные статьи и видео в облаке, предоставляя доступ к ним через другие устройства пользователя. Кроме того, сервис убирает из публикации рекламу и лишние элементы верстки, к примеру, если вам попалась интересная статья, но у вас нет времени, чтобы ее почитать, просто добавьте текст в Pocket и позже можно будет вернуться к ней в любой подходящий момент. 9. Следующий раздел с сервисами от самого Яндекса. Погода покажет актуальную погоду за окном и прогноз на несколько дней. Почта сообщит о новых письмах, которые пришли и покажет весь список недавно полученных писем. 11. Пробки покажет ситуацию на дороге на карте интересующего у вас города и позволит тут же проложить маршрут из одной точки в другую. Диск. Это сервис, позволяющий сохранить картинки и документы из интернета в один клик, после чего вы сразу получите ссылку на него, в которой сможете поделиться с друзьями. 13. Антишок. Это расширение для блокировки рекламы с шокирующими неприятными изображениями и анимацией. Защитит вас и вашего ребенка от запрещенных сайтов и нежелательной рекламы. 14. Блокировка флеш-данных. Будет полезным пользователям с малопроизводительными компьютерами. Это дополнение запрещает воспроизведение флеш-баннеров и роликов, которые могут замедлять работу вашего ПК. Если у вас после включения данного расширения перестала проигрываться музыка или видео, отключите его. 14. От Гуарт. Еще одно расширение для борьбы с рекламой. Будет скрывать всплывающие окна, текстовые объявления и видеорекламы. Яндекс Аксесс. Позволяет разблокировать доступ к сайтам Яндекса, ВКонтакте и Одноклассники без потери скорости интернета. Включив эти расширения, их значки сразу же появятся на верхней панели. Еще одно расширение от Яндекс-разработчиков – альтернативный поиск. С его помощью вы легко сможете переключаться между поисковыми сервисами Яндексом, Google, Mail.ru, Bing, YouTube или поиском по видео ВКонтакте. При этом вам не придется задавать запрос заново. Вы вводите его один раз и он автоматически переносится в другой сервис при переходе по ссылкам «Расширение». При установке данного расширения вы должны знать о нем следующее. Расширение обладает функционалом о сборе информации о действиях пользователя, но оно на данный момент отключено. Устанавливает куки, тем самым связывая данные, передаваемые расширением с другими данными, что есть у Яндекс. Возможно и с вашей фамилией и именем, которые вы указали в почтовом ящике Яндекс. Отправляет данные о том, когда и каким поиском вы пользовались, имеет избыточные права, что делает его использование непрогнозированным в будущем. Настройка «Учитывать мое местоположение в сервисах Яндекса» по умолчанию будет включена. А вот еще несколько расширений, которые будут полезны при работе в интернете. OneNote Web Clipper Это расширение от Microsoft поможет сохранить всю важную информацию, которую вы найдете в сети в облачном блокноте OneNote Web Clipper позволяет быстро копировать ссылки, изображения, выделенные фрагменты страниц или их текстовое содержимое и сохранять все это в виде отдельных заметок. Доступ к добавленным материалам можно получить на сайте или в приложениях OneNote на любом устройстве. Adblock Самое популярное расширение для блокировки рекламы в браузерах. Adblock борется с назойливыми объявлениями и скриптами, которые следят за вашими действиями в интернете. При этом в настройках можно отключить всю рекламу или оставить только ненавязчивые объявления. Вы также можете настроить белый список сайтов, если хотите, чтобы расширение не срабатывало на них и позволяло авторам контента зарабатывать на рекламе. Skyload Расширение для загрузки музыки и видео с различных интернет-площадок ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Яндекс.Музыки и не только. Вы можете скачивать файлы на открытой странице по одному, все сразу или группами, отмечая только нужные песни или ролики. Skyload позволяет выбрать качество видеофайлов, а также сохраняет теги, названия и обложки песен. OneTab Когда в браузере много открытых вкладок, их названия перестают помещаться на экране, приходится перебирать их по одной, чтобы найти лишние вкладки и закрыть их, остановив ненужные. Если вы часто попадаете в такую ситуацию, попробуйте расширение OneTab. Оно закрывает сразу все вкладки и наглядно отображает их список, откуда можно быстро восстановить только необходимые в данный момент сайты. Кроме того, вы можете добавлять вкладки в специальные группы и в будущем открывать их все сразу или по одной. Например, можно сохранить группу вкладок с рабочими сайтами и быстро восстанавливать их.